МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Телина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Новый председатель. Прошло очередное заседание Думы 7-го созыва. В 95 лет ветерану Николай Финько отметил юбилей. Жизнь без мяса и мехов. 1 ноября день вегана. Далее расскажем по всему подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлом созыве был заместителем председателя Думы. До этого работал в ядерном центре начальником научно-исследовательской лаборатории. Новый председатель рассказал о планах работы на ближайшую пятилетку. Сегодня важно развивать направление с использованием информационно-коммуникационных технологий, вносить соответствующие изменения в регламент работы Думы, по всей видимости. Нужно усилить работу юридического блока в Городской Думе, усилить, поскольку необходимо провести большую ревизию нормативно-правых актов и решений Городской Думы, связанных, во-первых, с переходом на одноглавую систему, но и вообще с новыми веяниями, которые сегодня есть в стране. По мнению Антона Ульянова, нужно делить внимание созданию комфортных условий для работы депутата в Думе, наладить взаимодействие с чиновниками. Стоит поработать с сайтом, возможно, создать личный кабинет, площадки для общения. Важное направление – повышение имиджа депутата в глазах населения. В предпринимательской среде не очень-то доверяют органам местного самоуправления и хотели бы более широкий и более доверительный диалог иметь в этой связке. Мне кажется, это в наших силах, это все построить, чтобы органы местного самоуправления с точки зрения предпринимательского сообщества действовали более предсказуемо, более открыто. Но это касается, на самом деле, не только предпринимательского сообщества. Я считаю, что в наших силах как раз, скажем так, активировать вообще наше сообщество на территории. Большинством голосов депутаты проголосовали за назначение Антона Ульянова председателем Думы. А ранее это кресло занимал Александр Тихонов. Новый председатель вступит в должность с момента избрания главы города. Также депутаты рассмотрели корректировку бюджета. Доходы увеличились на 197 миллионов. В основном это связано с безвозмездными поступлениями из областного бюджета. Строительство здания средней школы в сумме более 87 миллионов рублей. Это обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов, муниципальных образовательных организаций в сумме более 15 миллионов рублей. Выделены деньги на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры района малоэтажной застройки для многодетных семей на улице Нижегородской. Также предусмотрены средства на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство. Депутаты проголосовали за предложенные изменения. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Региональные субсидии для пострадавшего от коронавируса бизнеса продлены до 30 ноября. Такое решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Речь идет о компенсации затрат на оплату труда работников и финансовой помощи на оплату коммунальных услуг. К сожалению, эпидемиологическая обстановка по-прежнему оказывает влияние на работу ряда отраслей. Снова возникла необходимость в увеличении срока, в течение которого предприниматели могут обратиться за помощью, заявил Глеб Никитин. С начала пандемии COVID-19 выплаты получили уже более 1800 юридических лиц и самозанятых. Задачу постоянно держать вопрос помощи бизнесу на контроле поставил президент России Владимир Путин. Помимо региональной субсидии для нижегородских предпринимателей разработаны и другие меры поддержки. Это, в частности, льготное кредитование под 2% для организаций, попавших в перечень пострадавших отраслей. Предприниматель может не возвращать заемные средства, если сохранит рабочие места. Этой меры воспользовались уже более 5000 предпринимателей. Также можно получить средства под низкий процент по программе 1764. В регионе продолжают усиливать ограничения, введенные из-за коронавируса. Временно приостановлено действие льготных проездных для граждан в возрасте 65 и старше. Ранее мы обязали транспортное предприятие снабжать таких пассажиров бесплатными масками, но сейчас требуются дополнительные меры предосторожности. Об этом говорят медики. Есть рекомендации главного санитарного врача страны, которым мы должны следовать, чтобы защитить здоровье жителей, отметил Глеб Никитин. За минувшие сутки в России коронавирусом заразились 18 257 человек, 389 из них в Нижегородской области. Вторая ситуация остается напряженной. За выходные заболело 292 человека. Из тех, кто госпитализирован, 158 человек находятся в средней степени тяжести, двое в тяжелом. Стартовал прием граждан старше 16 лет, желающих принять участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода в качестве волонтеров. Соискателям нужно зарегистрироваться на портале нижний800.ру, заполнить специальную анкету, пройти интервью, тестирование и программу обучения. Праздничные мероприятия намечены на лето следующего года. Участие в волонтерской программе 800-летия Нижнего Новгорода – одна из возможностей увидеть ключевые события своими глазами. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 4 ноября для всех почтовых отделений региона объявлено выходным. Об этом сообщает пресс-служба организации. Во вторник, 3 ноября отделения почты будут работать по установленному графику, но с сокращением рабочего времени на один час. 3 ноября художественная галерея приглашает горожан на ночь искусств. С 19 часов на странице галереи в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и на платформе Zoom начнутся виртуальные экскурсии по выставкам, встречи с художниками, творческие мастерские, художественные мозговые штурмы и праздничный ИЗО-ужин для лиц старше 16 лет. Также на ночь искусств онлайн сравчан приглашают обе библиотеки – и взрослая, и детская. В рамках акции всех читателей Пушкинки ждет программа «Арт-позитив» детям Сарова. А Маяковка покажет записи концертов, проведет викторины, мастер-классы и кровеческие игры для лиц старше 6 лет. Саровский драматический театр в рамках «Ночи искусств» выложит на своем сайте и странице ВКонтакте запись спектакля «Чайка». Воспитанники молодежного центра и члены городской сборной по бадминтону приняли участие в всероссийских юношеских и юниорских соревнованиях «Нижегородский валан». По итогам турнира Дмитрий Телемнев воспитанник тренера Елены Точелиной занял третье место в парном разряде. Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жителей. Нарушители будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили горожан, согласны ли они с этой инициативой. Вариант «да». Надоело ее выбрасывать. Выбрали большинство респондентов. Нет, реклама бывает полезной, считают 11% участников опроса. Безразличный к этому вопросу также 11%. 1 ноября жителю Сарова ветерану Великой Отечественной войны Николаю Финько исполнилось 95 лет. Он родился на Южном Урале. Когда началась война, Николаю Васильевичу было 15 лет. В 17 его призвали и отправили в Челябинское танковое училище. Затем сразу на фронт. После войны служил в войсках МВД нашего города. На пенсии много внимания уделял патриотическому воспитанию молодежи. Поздравить Николая Финько с юбилеем пришли депутаты городской думы, представители организации «Дети войны» и Советы ветеранов. Пусть жром вас не останет, внезапно врасплох. Спасибо, помилуй, храни вас Бог. Спасибо всех. Спасибо. На теплые поздравления с юбилеем Николай Финько отвечает в стихах, которые когда-то написал сам. Все невзгоды, что выпали на его долю, он достойно преодолел. Первые два года войны нес трудовую вахту в тылу. Затем его призвали на фронт. После танкового боя под Псковом Николая Васильевича тяжело ранили. До конца Великой Отечественной он обучал новобранцев в тылу. В послевоенный период восстанавливал разрушенное хозяйство. На пенсии ветеран продолжал активное участие в общественной жизни. Рассказывал саровской молодежи о военной истории края. Уникальнейший человек. С ним очень интересно работать. С ним очень интересно разговаривать. Много знает. Много знает истории про Саров, про округу. Поэтому мы его еще раз сердечно поздравляем. Самое главное – здоровье. Мы с Николаем Васильевичем договорились встретиться на 100-летний юбилей у него. Конечно, мы до этого не будем, не посещать его, это безусловно. Но 100-летний юбилей мы с ним вместе отпразднуем. Нина Тришина познакомилась с Николаем Финько в 2007 году, когда пришла работать в Городской совет ветеранов. Мы с ним вместе ходили по школам. Школьники очень радостно настолько. Вот школьники окружают его. Он в таком солидном, со всеми регалями. И школьники прямо трогают его медали. Вот девчонки. Вот настолько радостно было смотреть. С днем рождения юбиляра поздравили депутаты Городской думы Иван Ситников и Михаил Савин. Председатель правления общественной организации «Дети войны» Надежда Почторук подарила ветерану книгу «Дети войны и Великой Победы». Официальная часть закончилась неформальным общением за чашкой чая. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Саровские полицейские раскрыли серию краш из магазина спортивных товаров. Неделю назад мужчина и женщина сообща украли там куртки. Спустя несколько дней злоумышленники решили действовать поодиночке. Они вновь вернулись в магазин, но в этот раз товары сначала вынес мужчина, а за ним женщина. Преступление раскрыли. Теперь решают вопрос, как их классифицировать. Чем еще запомнилось минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Неизвестные похитили из магазина сотовые телефоны. Часть украденного они оставили за углом. И пока относили остальное, на место прибыли сотрудники полиции. Ущерб здесь пока не установлен, потому что очень много наименований товаров, которые и украли, и не смогли украсть. Грубо говоря, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту Б, части 2, статьи 158. 4 тысячи рублей лишилась Саровчанка, решив приобрести норковую шапку в интернете. Чтобы не рисковать деньгами, женщина попросила продавца отправить товар почтой наложенным платежом. В итоге посылка пришла в почтовое отделение. Гражданка оплачивает посылку, после дома уже раскрывает ее. Вместо норковых изделий у нее трикотажная шапка, а все остальное, грубо говоря, коробка забита мятым картоном. На дорогах за минувшую неделю произошло 6 ДТП без пострадавших. Четыре водителя были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Два из них повторно. Один человек управлял автомобилем без прав. Наши сотрудники остановили транспортные средства для проверки, которые не имели государственных регистрационных знаков. Потребовали у водителя документы для проверки. Он предъявил водительское усырение. У инспекторов ДПС возникло сомнение в его подлинности. Значит, повнимательнее посмотрели. Оно также имело признаки подделки. Просветили ультрафиолетом. Значит, никаких защитных элементов, которые должно быть в воде искусствовении, оно не имело. Водитель признался сотрудникам ГАИ, что водительское удостоверение он приобрел через интернет-магазин. Мужчина семь раз пытался сдавать на права. И все неудачно. Теперь за использование фальшивых документов нарушителю грозит ответственность вплоть до лишения свободы. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. 1 ноября в мире отмечают День вегана. Веганство – это строгая форма вегетарианства, где полностью исключены все продукты животного происхождения. Также настоящие веганы не носят одежду из меха, шерсти, кожи, выступают против любых опытов и развлечений с участием животных и не пользуются продуктами, которые на них тестировались. Как живут эти люди в современном мире? Не вредит ли подобная диета здоровью? Расскажем далее. Красный болгарский перец, огурец и зеленая гречка. Ирина Ежова готовит роллы по необычному рецепту. В них, как и во всем, что ест женщина, нет термически обработанных продуктов. Сыроедение чем примечательно, что готовить практически не надо. Это могут быть и котлетки из нута, из бобовых, и зеленой гречки. Из зеленой гречки вообще много всего можно приготовить. И творожки, и кашки, и десерты, роллы, салаты, соусы всякие разные. К сыроедению Ирина пришла постепенно. Пять лет назад в качестве эксперимента отказалась от молочных продуктов на месяц. Затем исключила и остальную животную пищу. Женщина чувствует себя прекрасно и менять рацион не собирается. Появилась больше энергии, выносливости. Я по утрам стала просыпаться рано и начала бегать. Различают около 10 разных форм вегетарианства. Сыроедение, которое практикует Ирина, строжайшая из них. Сыроеды едят только термически необработанную, то есть сырую растительную пищу. Если мы, конечно, говорим о вегетарианстве нормальном, то есть когда включены яйца, когда включены молочные продукты, творог, ну что-то какого-то животного белка, то тут медицина однозначно говорит, что окей, такое можно. Если при условии, что вы сбалансировали правильно свой рацион, то такое возможно. Если же мы говорим о строгом вегетарианстве, где абсолютно не разрешены никакие виды животного белка, то, конечно, тут медицина говорит, что это не полезно. Основа правильного или здорового питания – баланс белков, жиров и углеводов. Отказ от животной пищи влечет за собой дефицит белка и аминокислот, восполнить который не так просто. Организм берет белок из мышц, в том числе и из сердечной мышцы, что может привести к сердечному приступу. Часть аминокислот только в животной пище содержится. То есть мы никак их не можем восполнить. Плюс это дефицит В12, дефицит кальция, дефицит цинка, селена, В2 витамина. То есть достаточно большой ряд, которые мы никак тоже не можем восполнить. Теоретически мы можем пить какие-то биологически активные добавки в виде витамин. Но они тоже, опять же, очень плохо усваиваются. И это, конечно, лучше получать из пищи. Вегетарианство может быть полезно для одних и смертельно опасно для других. Подобные эксперименты с питанием запрещены при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также сердечно-сосудистой системы. Если вы все-таки решили изменить свой рацион, обратитесь за консультацией к специалисту. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин